Мне показалось, что война тянулась целую жизнь. Во всяком случае, когда вернулся домой, был уверен, что все уже позади и впереди ничего не будет. Опустошение в душе было страшное. И прошло это чувство не сразу. Четыре ёмких года войны вместили в мою биографию и блокаду, и эвакуацию по льду Ладожского озера, и солдатскую службу в пехоте на передовой, и госпиталя после трёх ранений, и офицерские обязанности на фронте. Эти слова написал Михаил Владимирович Ашик, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. 17-летним мальчишкой в 1943 году он был призван в Красную армию, воевал на Южном фронте, освобождал Донбасс, Бессарабию, Румынию, Болгарию. Отключился в боях в районе венгерского города Эстергома. В ночь на 20 марта 1945 года, погрузившись на катера Дунайской Фотилии в районе города Вышеграда, десант из 65 человек под командованием Ашика в районе деревни Тат заняли в тылу противника шоссейную и железную дорогу, преградив пути отступления немцев. Четыре дня авиация, танки и пехота врага пытались столкнуть наших бойцов в Дунай. 18 атак отразили наши морские пехотинцы, уничтожили три танка, два самоходных орудия, сотни гитлеровцев. Когда прибыла помощь, из 65 человек десанта в живых осталось только 13. Героические действия подразделения способствовали овладению советскими войсками города Эстергом. Стойкость взвода и действия командира были высоко оценены. Лейтенанту Ашику Михаилу Владимировичу 15 мая 1946 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. После войны Ашик служил в войсках МВД. В 1951 году был направлен на службу в Магадан, где занимался следственной работой, обеспечивал безопасность морского порта, аэропорта 13-й километр, электростанции. С 1960 года был командиром воинской части номер 6611. Трижды избирался депутатом Магаданского городского совета. В 1963 году был переведен в родной город Ленинград. После отставки Михаил Владимирович занялся литературным трудом. Его перу принадлежат книги, очерки, эссе, в основном о своем боевом пути к морской пехоте. 24 июня 2020 года Михаилу Владимировичу Ашику исполняется 95 лет. Это единственный из ныне здравствующих героев Советского Союза, когда-либо живших на колыне. Желаем Михаилу Владимировичу крепкого здоровья, бодрости и больших творческих успехов.